Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Грешно ли искать клады? Вообще, можно ли брать что-либо, принадлежащее тому, кто уже умер? Водолазы ищут клады, только кладов нам не надо. Я хочу, чтобы в синем море не тонули корабли. Дело в том, что нарушающий первую заповедь Божью, в поте лица твоего снеси хлеб твой, постепенно приобретает какую-то душу алчную и нетрудолюбивую. Всякие всерьез рассчитывающие на зарплату, на приобретение земных благ вследствие своей непрестанной, иногда очень утомительной работы, находятся в здоровом устроении вот этих взаимоотношений жертвенного служения и каких-то земных благ. Тогда эти блага оказываются, с одной стороны, достойно оберегаемыми, а с другой стороны, не переоцениваются человеком. Тот же, кто вне труда пытается обогатиться, тот ни цену деньгам не знает, ни уберечься не может от излишнего пристрастия к тому, что дается ему без труда, но обеспечивает его беспечальную, иногда безалаберную жизнь. Потому, конечно, искать клады – дело трудное. И когда мы говорим о радости получения своей честно заработанной зарплаты, то это не отменяет достоинства жизни предпринимателей, которые формируют свой бюджет из прибыли, из результатов довольно крупных оборотов создания предприятий и всего прочего. Это ведь тоже труд. Это не предложение в общество джентльменов, ради которого соискатель места в этом обществе должен 10 лет нигде не работать, а сиборитствовать, пользуясь только какими-то процентами от своих прибылей. Но всякий призывается трудиться, трудиться всю жизнь, трудиться не покладая рук, трудиться на благо ближнего и отечества своего, не только себя. И вот это как раз должно быть кровоугольным каким-то камнем нашего рассуждения. То, что сопряжено с подлинными усилиями, то, что созидается усердием, то, что требует жертвенного такого труда, то и нельзя назвать бесчестным приобретением, в том числе и кладоискательства. Ну, а что, насколько тянется за человеком, обладающим какой-то вещью, вернее, насколько тянется за вещью негативные последствия, которые были, может быть, присущи самому их прежнему хозяину, теперь уже почившему, вопрос более чем спорный. Все предметы, они же являются неодушевленными. И покрапить их святой водичкой, помолиться Господу, чтобы сделал их полезными для употребления в его славу и на пользу делу. И можно и носить все, и пользоваться какими-то предметами. Есть осторожное предупреждение со стороны апостола «гнушайтесь и ризою оскверненную». То есть те одежды, которые были каким-то образом задействованы в осквернении человека, пускай будут вам они сами не присущи, не близки. Но, уверяю, здесь идет речь не о том, будто какая-то отрицательная энергетика сопровождает носки или колготки, шляпу или саквояж, а дело в напоминаниях, в связи этого конкретного предмета с греховным их использованием, с тем человеком, который, быть может, сам не являлся образцом благочестия. Потому хорошо окружать себя и предметами церковными, посвященными Богу, хорошо всякими изображениями, которые висят у тебя на стене, или изваяниями в твоем собственном саду, садике, огородике, возвращало бы тебя мыслью на небо, а не вынуждало бы присмыкаться по земле. Так что здесь важно благоразумие и напоминание в том числе и об умерших их вещами нужно позаботиться, чтобы было обращением к возвышенным расположениям, а не низменным. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok